Лето подходит к концу. Для ребят, посещающих летние дворовые площадки, оно завершилось ярким, веселым праздником, на котором были подведены итоги Малых Олимпийских игр. Кто же стал победителем летнего спортивного марафона, смотрите в следующем материале выпуска. Малые Олимпийские игры стартовали в начале лета, и вот три месяца позади пришло время подводить итоги спортивных и творческих состязаний. Ребят с окончанием летнего марафона поздравил глава города Александр Берсенев. Надеюсь, что вы набрали здоровья, сил. Знакомых новых, наверное, приобрели, друзей, товарищей, да? Ну, что сказать? Впереди буквально через несколько дней начинается учебный год. Теперь за парты и вперед за получением знаний. Знание – это сила, знание – это движение. Поэтому удачи вам всем в новом учебном году. В этом году за победу в Малых Олимпийских играх боролись восемь дворовых команд. В течение всего лет они участвовали в творческих спортивных мероприятиях, победы в которых складывались в общую копилку достижений команды. Больше всего очков набрала команда «Адреналин». Они и стали победителями Малых Олимпийских игр 2022 года. «Адреналин! Да, я знала, что у вас была такая реакция. Вы так долго выжидали. Первое место!» Всем командам, а также ребятам, особенно отличившимся в ходе соревнований, были вручены почетные грамоты и памятные подарки. «Я очень рада, что я нахожусь в команде «Адреналин». Самая лучшая команда во всех дворах. Самая крутая, лучшая ребятам и самая спортивная команда, по мнению всех участников этого последнего дня. Лето кончается, но мы в следующем году вернемся». Расставаться с летом, каникулами и своими друзьями ребятам, конечно, очень жалко. Яркие летние месяцы остались позади, подарив массу незабываемых впечатлений. «Когда я пришла только на площадку, мы очень хорошо познакомились. И они настолько меня полюбили, что согласны были на всякие подготовки, мероприятия ходить. Ну и как-то спортивные ребята выиграли, не знаю. Немного грустно, потому что ты каждый день ходил на площадку, было очень хорошее настроение, они там как-то веселились. А сейчас как-то и для них грустно, для меня грустно стало. Ну, думаю, в следующем году приду еще поработать». Завершились Малолимпийские игры ярким праздником. Команды-участницы продемонстрировали свое творчество. Они пели, танцевали, соревновались друг с другом. А еще стали участниками волшебного шоу, провели которое для ребят фокусники Виталия и Александра Каррия. Вот таким ярким, веселым, творческим и необычным было лето у славянской детворы. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».